Девушки отдыхают Как правильно совершать тот или иной мусульманский обряд и как поставить точку в бесконечных спорах на эту тему? Получить ответ на эти вопросы приехали 40 имамхатибов и шакирдов, мадресе со всех поселений Альмитинского района, а также ближайших районов. Об обряду в стране говорят одно, едешь в другой район говорят по-другому, и чтобы не было этих недопониманий, мы пришли к одному знаменателю. Кто стал победителем конкурса «Свадебный переполох» и забрал главный приз «Свадебное платье», телекомпания «Альмитинск ТВ» подводит итоги конкурса ярким шоу, а также устраивает для будущих молодоженов небольшую репетицию предстоящей свадьбы. Я думаю, что платье – это не самое главное. Самое главное – это чтобы у них всегда был мир. Нешуточные страсти на ледовой площадке Дворца спорта «Юбилейный». Альмитинский нефтяник встретился с «Соколом» из Красноярска. Все хотят в плей-офф, и поэтому такая напряженная, нервная игра. 1119 человек, по данным Центра занятости, остаются сегодня без работы в Альмитинске. Это 1,8% от всего населения. По сравнению с предыдущей неделей, рост составил 0,2%. Такие данные были озвучены на общегородской планерке, которую провел глава Альмитинского муниципального района Мазид Салихов. В течение прошедшей недели продолжалась активная работа по легализации серого рынка труда. Руководитель исполкома Альмитинского муниципального района Марат Гирфанов еще раз напомнил о том, что в Альмитинске работает телефон горячей линии, по которому альмитивцы могут сообщить о нарушениях трудового законодательства со стороны работодателей. 5-50-09 – это тот телефон, работающий круглосуточным, по которому жители нашего города могут обращаться в случае, если им платят зарплату ниже 6 тысяч, если зарплата платится в конвертах, или если наблюдаются какие-то факты принуждения к увольнению, подписанию заявления по собственному желанию, когда идет реальное сокращение, все эти факты мы будем рассматривать. Встречи с руководителями и индивидуальными предпринимателями проводятся регулярно. По итогам встреч с представителями 610 предприятий было заключено 580 дополнительных договоров по увеличению заработной платы. Глава Альмитинского муниципального района Мазид Салихов поручил усилить работу в этом направлении. Кроме того, в исполкоме на минувшей неделе обсудили антикризисные меры и меры, которые позволили бы предотвратить массовые сокращения рабочих мест. Как было объявлено на совещании, уровень безработицы в Альмитинске сегодня составляет 1,8%. Это 1119 человек. Также Управление экономики, промышленности и торговли исполкома района совместно с прокуратурой и службой Роспотребнадзора продолжают отслеживать рост цен на товары первой необходимости. По данным озвученной на планёрке, пока необоснованного завышения цен на эти продукты не зафиксировано. В совещании прозвучала информация и от оперативных служб. За неделю в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 7 человек, трое госпитализированы, 2 человека погибли. За неделю сотрудниками полиции было возбуждено 18 уголовных дел. Большая часть преступлений – кражи. 11 водителей задержаны за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. По сообщению представителей МЧС, за неделю в городе и районе произошло 5 пожаров. Погибших и пострадавших нет. В трагедии на дороге в Альметьевском районе днём 13 февраля на 9-м километре автодороги «Русский Октаж» Кузайкино. Лада 14-й модели столкнулась с автобусом «Ситроэн». За рулём отечественного автомобиля находился 22-летний водитель. Вместе с ним в машине ехали его 24-летняя супруга и два сына. Шести лет и семи месяцев. По предварительной версии, автоинспектор, водитель легкового автомобиля, превысил скорость, при этом он не учёл плохие дорожные условия. В результате машину повело юзом, и она выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автобусом. Удар был такой силой, что лада превратилась в груду искорёженного металла. Мать с семимесячным сыном от полученных травм скончалась на месте. Второй мальчик вместе с отцом в тяжёлом состоянии были доставлены в больницу. Сейчас за их жизнью борются врачи. По словам медиков, их травмы очень тяжёлые. Водители и все пассажиры были пристёгнуты ремнями безопасности. Разногласия на тему того, как правильно проводить тот или иной мусульманский обряд, останутся в прошлом. В Татарстане разработан единый стандарт поклонений. И это не единственное достижение духовного управления мусульман. Также в республике был принят образовательный стандарт для всех медресе Татарстана. Нужно отметить, что такого в России ещё не было. Этим вопросом была посвящена встреча муфти Татарстана Камила Хазрата Самигулина и главы Альмитинского муниципального района Мазита Салихова. Все подробности в сюжете. Муфтии республики Камиль Хазрат Самигулин и глава района Мазит Салихов на встрече обсудили ряд важных вопросов. Среди них – взаимодействие местной власти с Мухтасибатом, необходимость соблюдения религиозных стандартов и взаимоотношения с другими конфессиями. Также в обсуждении участвовали заместитель муфти Татарстана Рустам Хазрат Хайрулин и имам Мухтасиб района Фагим Хазрат Ахмедзянов. Рабочая поездка муфтия продолжилась в центральной мечети. Там встреча началась со священных слов Корана. Введение стандартов поклонений и проведение обрядов в мечетях стало главной темой встречи имамов. 2015 год был объявлен Годом татарских богословов. В связи с этим муфтий призвал организовать работу по возрождению духовного наследия татар и всячески просвещать население. И в рамках этого года Совет ученых Татарстана Улемов составил Нигизляне – стандарт поклонений, потому что порой бывает, что едешь в один район, об обрядовой стороне говорят одно, едешь в другой район, говорят по-другому. И чтобы не было вот этих недопониманий, мы пришли к одному знаменателю. Поэтому была напечатана книга, которая так и называется, то есть стандарты в религиозном поклонении. С этого года она должна войти в бихот. Единые стандарты поклонения были приняты 3 января нынешнего года на пленуме Духовного управления мусульман Татарстана. Проведение всех религиозных мероприятий по единому образцу – достаточно важный вопрос среди имамов на сегодняшний день. В этих стандартах прописан образ намаза всех поклонений и проведение мажлицев, то есть застолий по канонам ислама. Мы, как знаем, есть некоторые разногласия в форме выполнения намазов, выполнения обрядов. В собрании участвовали также имам Мухтасибы из Заинского, Сарманского, Азнакаевского, Муслюмовского, Черемшанского, Лениногорского и Бавлинского районов. Как я знаю, разработаны новые стандарты, единые стандарты, которые мы, в общем, имам Хатибы, на местах, должны будем применять и в едином образце выполнять все наши обряды поклонения. Обсудили и подготовку к введению общих стандартов мусульманского образования. Исламское среднее мадресе имени Резиддина Фахреддина входит в число образовательных утверждений, где с сентября текущего года будут вводиться новые стандарты. То есть на этих собраниях определяется то, дальнейшие, как будут работать, то есть план развития дальше вот этого определенного прихода и района в целом, то есть направление, куда идти дальше, что развивать, куда дальше двигаться. Шикарное свадебное платье нашло свою хозяйку. В Альметьевске завершился свадебный переполох. Заявки на конкурс подавали 9 пар, но до финала дошли только 7. На заключительном этапе их ждали еще несколько испытаний. Кто в итоге стал победителем, знает наш корреспондент. В ожидании чуда чуть больше месяца жили 9 пар. Влюбленные принимали участие в конкурсе «Свадебный переполох-2», который организовал коллектив телекомпании «Альметьевск-ТВ» совместно с ЗАГСом и Управлением по делам детей и молодежи. Вот он финал. В него после интернет и СМС голосования прошли 7 пар. Кто выиграл сертификат на приобретение свадебного платья от титульного спонсора конкурса, студии свадьбы торжеств «Мистер и Миссис» держал в стайне до конца. Директор студии считает, что платье – это лишь приятное дополнение к празднику. Я думаю, что платье – это не самое главное. Самое главное – это чтобы у них всегда был мир. Генеральным спонсором конкурса выступила стоматологическая клиника новой стоматологии. Официальным спонсором стала мебельная компания «Основа мебель». Их представители также убеждены, что настоящее счастье в крепкой семье, в согласии взаимопонимания будущих супругов. Семья – это, наверное, такое теплое, доброе, нежное. Это, наверное, такой вот очаг, куда хочется прийти. Семья – это самое, наверное, ценное вообще, то, что происходит с человеком по жизни. Проверить, насколько участники конкурса понимают друг друга и найти самую гармоничную пару, помогли шутливые состязания. Их провел ведущий Ильдар Латифолин. С заданиями все справились на отлично. Час пролетел незаметно. Пришло время награждения. Все пары получили от спонсоров подарки и были награждены дипломами участников. Были и специальные номинации, учрежденные спонсорами. В номинации «Самая улыбающаяся пара» – сертификат от новой стоматологии – получили Фарид Багаудинов и Ляйсан Мясарова. Самой лучшей парой, по мнению директора основы мебели, стали Александр Самаркин и Виктория Долгих. Всем участникам были вручены подарки от информационного спонсора «Тата Радиаса». Денежные сертификаты на проведение свадьбы от управления ЗАГС получили также все конкурсанты. Участники на тысячу рублей, а победители на три тысячи. Набрав 183 балла в свадебном переполохе «Два» победила пара номер семь – Ильдар Кензикеев и Альбина Галимова. Начиналось все так пассивно у нас просто. Ну, так уж, мы участвуем для интереса. Получилось, что выиграли. На первой стадии вообще неохота была заголосовать. Как увидел там, сколько голосов набрали. По 7 тысяч, по 8 тысяч. По словам начальника управления ЗАГС Гузеля Амировой, такие конкурсы нужно сделать традиционными. Они в какой-то степени учат побеждать пары не поодиночке, а в команде. Возможно, что для многих это первое совместное достижение. Мы шли на рисковый шаг, выступили перед всем городом, показали свои чувства. Но самое главное – вы есть друг у друга. Это уже ваша огромная победа. Мы вас всех очень ждем, несмотря на то, что будет ли у вас победитель, будет ли только конкурсанты, участники этого конкурса. Стены ЗАГСа для вас будут открыты. Организаторы обещают, что это не последний свадебный переполох в Альметьевске. Подробный репортаж, где можно будет увидеть и услышать всех участников, смотрите в ближайшие дни в эфире нашей телекомпании. Ольга Степанова, Николай Быков, Марина Юрина, Альметьевс ТВ. 1703 случаев заражения острой респираторной вирусной инфекцией было зафиксировано за неделю в городе и районе. Это меньше на 52 человека, чем на прошлой неделе, сообщает Управление здравоохранения Альметьевского муниципального района. Из заболевших большая часть по-прежнему дети – 1197. В лечебно-профилактических учреждениях объявлен карантин. По информации территориального отдела Управления Роспотребнадзора, в Альметьевске появились и случаи заболевания гриппом, которые подтвердились лабораторным. По мнению специалистов, ситуация будет усугубляться. Единственное моё желание было, чтобы люди на предприятиях, организациях поддерживали режим проведенного помещения, не допускали больных, которые появляются. Потому что героизм такой не нужен, потому что он заходит в предприятие учреждения, тем самым заражает себя, ну заражает себя, это заражает других, и идёт распространение. На сегодняшний день на карантин закрыты три альметьевские школы – 16-я, гимназия номер 5 и лицей номер 2. К новостям спорта. В воскресенье был открыт третий чемпионат Альметьевской баскетбольной лиги Республики Татарстан на кубок молодёжной организации компании «Татнефть». За победу в соревнованиях боролись 16 команд юношей со всего юго-востока республики. Подробности в следующем сюжете. Побороться за кубок приехали юноши из набережных Челнов, Елабуги, Нижнекамска, Бугульмы, Уруссу, Ознакаево и Линогорска. В первую очередь, конечно, можно сдружиться с другими командами, получить большой опыт и поиграть в удовольствие с друзьями. Последние три года баскетбол стал активно развиваться и в нашем городе. В 1995 году баскетболисты Альметьевска были чемпионами республики, поэтому стимул для молодых – добиваться высоких результатов. Мы всегда благодарны всем мероприятиям, спортивным соревнованиям, потому что наша задача стоит развитие физической культуры и спорта во всем районе, поэтому мы всегда поддерживаем, всегда за проведение всяких спортивных мероприятий. Мы надеемся, что этот дополнительный импульс даст развитию баскетбола, баскетбольной лиги, поэтому мы только рады. Молодые спортсмены уже второй год играют на Кубок молодежной организации компании «Татнефть». Для спортсменов созданы все условия. Игры проходят в Большом спортивном зале политехнического техникума, где участникам предоставлен новый спортивный инвентарь. Сейчас у нас проходит третий тур, первый круг, третий тур. В дальнейшем образуются две подгруппы 8 команд, они будут играть в круг и будут определять победителя. Благодаря поддержке руководства нашей компании, профсоюзного комитета, мы оказываем организаторскую и спонсорскую поддержку для проведения вот этих игр, в которых активное участие принимают работники предприятий группы компаний «Татнефть», студенты учебных заведений Юго-Востока, школьники. В общем, все молодые ребята, которые увлекаются баскетболом и проживают на территории Юго-Востока. Игры продлятся до 31 мая. Тогда и определится обладатель Кубка. Алсуга Таулина, Николай Быков, Альметьевс ТВ. Альметьевский нефтяник провел очередной матч домашней серии игр. На завершающем отрезке регулярного чемпионата в борьбе за путевку в плей-офф подопечными Решата Геймаева как никогда важна победа в каждом матче. На этот раз соперником черно-белых стали хоккеисты красноярского «Сокола». Эта игра имела принципиальное значение для обеих команд. В турнирной таблице их разделяли всего несколько очков и обе еще не потеряли шанса выйти в следующую стадию. Несмотря на 28 бросков по воротам, в первом периоде заброшенных шайб болельщики так и не увидели. Во втором атаковал больше нефтяник, но и этот отрезок игры к разочарованию любителей хоккея оказался безголевым. После второго перерыва команды вышли с твердой решимостью склонить Ашу Весов в свою сторону. И удачливее в этом оказались гости. Отличился Павел Пахановский. Гол в третьем периоде немного обескуражил черно-белых, но сломить нефтяник не удалось. И через 10 минут подопечные Решата Геймаева ответили голевой атакой. Шайбу забросил Данил Макаров. 1-1. Казалось, игра перейдет в овертайм. В одном из эпизодов гости едва не воспользовались оплошностью альметьевцев, однако тут же сами пропустили контратаку. На рандеву с вратарем Сокола вышел Андрей Демидов, который и забросил победную шайбу. 2-1. На послематчевой пресс-конференции тренер Сокола поздравил нефтяник с победой, сказав, что хоккейный бог от его команды отвернулся. За очки давались, мы их не брали. Которые к нам завоевывают, прикладываем массу сил, массу сил, но в пустую, как сожжение. Главный тренер нефтяника Решат Геймаев отметил боевой дух своих подопечных, а также поддержку болельщиков. Самое главное, чтобы боролись до конца, до последних, говорится, минут, и это дало результат. Мне пускали руки. Хочу и поблагодарить, и поблагодарить болельщиков за поддержку, что болеют за нас, поддерживают. Очень приятно. Одержав победу в этой игре, нефтяник догнал Сокол по набранным очкам и продолжает борьбу за выход в плей-офф. На этом у нас все. Эфир канала продолжит прогноз погоды на 17 февраля. А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире на телеканале «Пятница», Альмитевск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова